Доброе утро, дорогие друзья! После нашего последнего стрима с Олечкой шквал писем просто невероятный. Причем иногда меня письма удивляют, потому что они очень-очень разнополярные, и каждый пишущий видит во мне и в моих действиях отражение себя, и эти отражения совсем разные. И даже очень интересно это читать и слушать. Давайте углубимся в тему инфобизнес и инфодайвинг и бизнес. Дело в том, что она зацепила огромное количество людей, потому что понятно, что новая специальность будет востребована, а новая специальность невероятно интересная, невероятные возможности дает для самопроработки и вообще для работы с людьми. То есть это реально создание новой игрушки под названием «Жизнь» в умах большого количества людей. Причем меня удивило, что я взбаломутила большое количество профессиональных гипнотизеров, которые начинают говорить, «Наталья, а чем то, что ты делаешь, отличается от того, что делаем мы?» Ты же берешь и используешь просто тупо самогипноз, и обучившись самогипнозу, человек сможет повторить все то, что делают инфодайверы. Так вот, господа, это неправда. Точно такая же неправда, как пишут тета-хиллеры. А чем отличается тета-хилинг или РПТ от того, что делаете вы? Глобально отличается. Глобально. И я сейчас расскажу, чем глобально, потому что на сегодняшний день нет ни одной системы, ни одной практики, ни одной техники, которая вот этот вот глобализм, в принципе, изначально учитывает. Когда мы говорим о гипнозе, тета-хилинге, возьмите любую систему РПТ, там считается, что есть некий мир и некие люди, которые существуют где-то объективно, в какой-то реальности. То есть существует объективная реальность, и мы приходим в этот мир и уходим из него. И в этой реальности есть некие персонажи, с которыми мы будем работать и решать их проблемы в этой вот объективной реальности. То есть это реальность, в которой мы чужие. Но мы привыкли об этом с детства говорить. И поэтому так стараются гипнотизеры запихнуть гипноз в науку. Наука – это об объективной реальности, о той реальности, которая где-то существует. Поэтому важен повторяемый результат и так далее. А я говорю не о повторяемом результате, я говорю о том, что все уникальны. Потому что мы рассматриваем сразу субъективное восприятие, где мир – это продукт психики человека, где мир является производной психики человека. Но вернемся сюда. Мы привыкли, что здесь у нас наука, здесь у нас образование построено потому, что есть некая игра, в которую мы пришли, в чужую песочницу поиграли и ушли. И поэтому влиять на наладочные процессы психики, на наладочные процессы бизнеса, на наладочные процессы невозможно. И экстрасенсы, и гипнотизеры, и тета-хилеры, и РПТшники, и все, кто сегодня есть, они все пытаются выжить в объективной реальности. А там нет места чуду. Чуда в объективной реальности нету. Чудо есть в субъективной реальности. И чудо в нашем восприятии заведомо было ограничено, то есть все, что касается души и субъективного восприятия, где мир есть продукт психики человека, это было уделом религии. Для науки чудо, это необъяснимо и невозможно сразу крест ставиться. А для религии это говорят, да, это чудо, это от Матроны, это еще откуда-то. И вот один увидел чудо, да, ну это может его глюк для тех, кто в науке, да, но это же чудо, религиозное чудо, тут же религия присвоила это в себе. А много людей сразу увидели, это что сразу? Это массовый психоз. А массовый психоз всегда был уделом кого? Конечно, религиозных деятелей. И, конечно, дальше ходить было нельзя. Все, табу, нельзя. На этом все заканчивалось. То есть вот эта часть для человека блокировалась сразу. Это называлось глюком, и это мы не рассматривали. Не рассматривали, хотя изначально правда основная здесь. А здесь в объективной реальности человек может выживать, работать на инстинктах, бороться за свое существование и так далее. И творческие прорывы, и творческие реализации, и энергетические выхлопы, это все здесь, а не здесь. Понимаете? И получается, все экстрасенсы, с чего должны были начинать доказывать, со своих способностей. Я докажу, что я могу. Мне, например, пофиг. Я могу, и я делаю то, что я считаю нужным. И я никому не доказываю. И все попытки меня спровоцировать на этом равны нулю. Потому что я живу не в этой, а вот в этой реальности. Как переключаться? Как научить человека переключаться туда-сюда? Где моя тряпочка? То есть вот этот подход, когда я изначально предположила, что мир находится в субъективной реальности, и в субъективной реальности эта реальность является продуктом психики человека. Поэтому мы можем иметь результаты. И мы изначально начали изучать именно субъективную реальность, когда мы начали проводить эксперименты с июня месяца этого года. Заметьте, не так давно. И первые наши эксперименты, когда мы начали углубляться в психику, да, ну они же как воспринимаются? Ай, чушь говорит. Ай, не соответствует какой-то объективной реальности. Давайте посмотрим, соответствует, не соответствует. Мы берем какой-то сеанс. Сеанс, скажем так, погружения и вызова сюда кого-то из мертвых, да, из умерших. И люди говорят, вот это правда, а это неправда. Где объективная правда? Господа, а какую правду вы считаете объективной? Давайте смотреть на мир честно. Я понимаю, что есть истории. Вы можете мне сказать, в истории это вот так, и это факт, который не подлежит сомнению. Подождите, вот я родилась в 71-м году. И с тех пор история переписывалась только Беларуси, переписывалась несколько раз. Что такое правда? Вот когда ведется сеанс, например, вот, ну демонстрация последней Олечки нашей, да, она отвечает на вопрос человека. И человек при этом чувствует лично, когда она говорит, что вы там такие черты характера проявляете, вы там такие черты характера проявляются. Большинству людей это даже неинтересно, и они не считают это важным. А тот человек, чья это правда, он это воспринимает, и он слышит, что ему надо менять. Понимаете? То есть правда, она у каждого своя. В субъективном восприятии правда своя. И таким образом и историческая правда в субъективном восприятии, она тоже будет своя. Другой момент, что у нас есть представление о неком объективном мире, значит, в этом объективном мире кто-то придумал свою правду и продавил на коллективную реальность. И эта своя правда в коллективной реальности меняется в зависимости от того, кто очередной продавливает свою правду. Так о какой объективной правде мы будем говорить? О чем мы будем говорить? Мы можем говорить только о личной, о своей правде, которая применима к своей реальности. Потому что счастье человека – это его личное счастье, и оно применимо к его личной реальности. Итак, убедила, да? Я возвращаю человека все время к себе и показываю, что вот эта вот часть, она никак к объективной реальности и к объективному восприятию отношения не имеет. Заход с другой стороны. Вообще, я считаю, что не я захожу сзади, а сзади заходили те, кто придумывали объективную реальность. На самом деле, поэтому на нее зачастую смотришь, и это кажется полным трэшем. Так вот, что сделали мы, когда мы начали углубляться в человека? Вот в этой вашей объективной реальности существовал гипноз. Сейчас мы разложим все техники, где какие косяки. В вашей объективной реальности существовал гипноз. Вот 9 стадий по каткову, там 1-1, да, до 3-3. Я промежуточное возьму 2-2, и вот красиво написано, да? Вот, грубо говоря, у нас есть 9 стадий погружения по каткову. И вот последнее – это есть сомнамбулизм. Вот на этом гипноз заканчивался. Замечу, гипноз в объективной реальности. Что мы делаем? Мы начинаем тренировать человека и замечаем, что еще до того, как его погружать в гипноз, мы его можем перевести, его точку сборки, в субъективное восприятие. Что для этого требуется? Я сейчас не буду в этом ролике раскрывать. На самом деле, это кусок работы, достаточно такой нормальный, который на сегодняшний день практически никто выполнить нормально не может. Я ее нарабатывала практическим путем. Но человек в объективной реальности может погрузиться до сомнамбулизма. Что мы делали? Мы сразу тоже стартовали с объективной, это потом мы перекинулись. В сомнамбулизме человек находится в прострации, его ведет кто-то. Дальше что мы делаем? Мы его навязываем, ему активную роль. Активизируем. Мы создаем сон во сне. Когда у человека сон во сне, у него какая-то доля мозга активна, какая-то доля мозга держит рапорт. Она пассивна. Таким образом, мы человека, переводя из вот этого состояния, ведем в парореальность. Парореальность. В парореальность у человека точно так же образуется таблица состояний, аналогичная таблице Каткова. И если он переходит в парореальность из единички, у него будет просто идея, мысль. Если он с двоечки переходит, у него будет фантазия. А если он с троечки и зайдет через сомнамбулизм и с включением, то вот эта нижняя зона есть информация. И вот в этой зоне, в нижней, очень круто, если мы его выключим из объективного восприятия. Если мы сюда пришли из субъективного восприятия и попали в информацию, то дальше остается важным лишь призма его мировосприятия, его зеркало, как он воспринимает мир. Информация будет уже браться только через призму. Все остальное мы уже прошли, мы уже выкинули, мы вышли на чистую информацию. И так как мир идет через субъективное восприятие, то у него доступ есть абсолютно к любой информации. И вот на каждую из таблиц Коткова вот эту штуку есть своя физиологическая реакция. Поэтому я четко знаю, когда информация искажена, когда нет. Я вижу это по лицу, по мимике, по телу, по сжатию мышц, по глотаниям, по дерганиям, по всему тому, чего человек обычно пропускает. А я очень четко это дело наблюдаю. И я вижу, что вот здесь точно так же, как в таблице Коткова, можно прописать физиологические реакции. Более того, это не просто получится таблица, это получится многослойный бутерброд. Потому что его еще надо совместить со шкалой Хокинса. Понимаете? Это кусок работы, который еще предстоит нам делать на экспериментах. Но для того, чтобы он приобрел научность, нужна аппаратура. И неважно, в какой стране я ее получу. В Минске, в США, в России или еще где-то. Она будет. Где она будет, туда и поедем, там и будем это дело делать. Потому что реально это другой мир, другая реальность. Я могу вам написать, что будет, если у человека восприятие просто открывается полностью свободный доступ к информации. Когда идет синхронизация с Высшим Я и с Душой. И когда в этом синхроне человек вскрывает свои внутренние силовые ресурсы. Негде написать. У человека есть ресурсы энергетические. И если вот в этом синхроне вскрываешь энергетические ресурсы, то поток информации, которая сейчас же идет на материализацию, на то, чтобы сделать мир офигенно классным и счастливым, потому что человек уже не стремится к низкочастотным состояниям, потому что вскрыв ресурс, тут же выбрасывает вверх, выбрасывает к Богу. И там получаются вообще чудеса. То есть те чудеса, которые религия присваивала себе и говорила, это чудо только через икону. И принадлежит только нам, сбрасывая эти деньги. А здесь нет. Здесь любой человек имеет право. И вообще пофиг, во что он верит. Потому что в данном случае он верит в себя. Понятно, да? Вот в этом ключевая разница. И теперь давайте вернемся к тета-хилингу, РПТ и так далее. У них есть все эти упоминания. Не у них, в тета-хилинге нет упоминаний, например, про вот эти ресурсы. Про все нету. Там всего лишь две нормальные техники. Все остальное даже можно не рассматривать. Голова-дурилка. А в РПТ есть, приход уже к ресурсам есть. С привязкой к формулам и так далее. Все с объективного восприятия. Господа, никто в субъективное не ходил и вот в эту часть вообще не залазил. И когда меня сейчас присылают гипнотизеры и говорят, Наталья, ты там сошла с ума, ты какую-то фигню выдаешь в люди, но при этом я же фигню выдаю. Я еще не выдала ту фигню, когда мы работаем с коматозными или с людьми, которые находятся в тех состояниях, когда медицина от них отказалась. Вот когда она появится уже в свободном интернете, понимаете, но это будет чуть-чуть позже. Потому что уже вот эта информация, она уже взрывает людей. Они понимают, что вот это бомба. Вот сюда добавить нормальные приборы. Я понимаю. О гениальности можно говорить, можно не говорить, а можно просто брать людей и это все исследовать и пускать. Применительно для бизнеса. Я уже писала, давала схему. Если мы даже только директора вскроем потенциал его высшего я, энергетический, то он как свечка уже может зажечь любую фирму. Только одного директора отработав. А если отработать всех людей, то количество энергии, которое уходит на материализацию, достаточно будет, чтобы увеличить эффективность производства минимум в 10 раз. И при этом люди делать будут это в припрыжку, счастливо. И действительно это будет соответствовать их предназначению. Потому что на этом этапе вычищается абсолютно ненужный персонал. Понимаете, только схема устройства общества, тогда если дальше взглянуть, она превращается из-за иерархии. Привычной к нам мы же не видим ничего, кроме иерархии. А зря. Если почитать спиральную динамику, то там мужик описал нормально бирюзовую модель общества. Немножко с перелетами, но в принципе глобально я с ним согласна. По аналогичным принципам устроен наш проект. Наверное, много сказал, но гипнотизер это для вас. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч!